Мы приветствуем Всех миром Господа Иисуса Мы начнем Богослужение молитвенно Сегодня Это молитвенное богослужение Мы начнем с молитвы Возвания кровей И мы приглашаем вас Братья и сестры Если вы можете Давайте мы склонимся вместе Просить у Бога прощения Освобождения для нашей жизни Давайте помолимся Господь мы взываем О силе крови Иисуса Просим прощения Освобождения для наших жизней Если мы что-то совершили Сказали Подумали Прости нас Освободи нас Для этого богослужения Мы молимся Во имя Иисуса Христа Аминь Можете присаживаться Давайте споем Гимн поклонения Господу Почувствовав прощение Твою Посредством Твоей искупляющей крови Я получил освобождение Я получил освобождение И радость в Господе Аллилуйя Слава Иисусу В этот час хвалы Приносящую радость в сердце Я хочу дать тебе Господин мой Все мою Все мою Благодарность Аллилуйя Слава Иисусу Я хочу поклоняться тебе Потому что я вообще Не нахожусь И превозносить тебя В душе своей Аллилуйя Я тебе воздаю Аллилуйя Мы славим Господа За освобождение Которое Бог дал И теперь мы Помолимся Ходотайственной Молитвой За этот момент В котором мы с вами Живем Нуждаемся в благословении Господь и Бог Мы хотим Взывать к тебе О семьях О домах В этот период Пандемии И люди Кто не может Участвовать В богослужении Онлайн Мы молимся Тебе Господь На этом Благослужении Благослови Чтобы дары Могли Достигнуть Цели Чтобы ты мог Это проявление Духа Святого Духа Божьего Горящего К сердцам Нашим Что Бог Хочет для нас Или от нас И так Духовные дары Даются Чтобы Направлять Жизнь нашу Путь Наш Что Бог Хочет И Бог Будет говорить К нам В этот час Господь Бог Показал Пару Одну Которая Переживает Весьма О сыне Который Отправился Трудиться В другой Город Потому что У него Есть зависимость И Бог Сказал Для него Это лучше Что он Поехал В другой Город Потому что По молитве Родителей Бог даст Ему Освобождение И Бог Так же Открыл Молодая Девушка Хочет Уйти Из дома И жить Своей Собственной Жизнью И Господь Говорит Ей Не делай Так Потому что У Бога Есть что-то Лучшее Для жизни Твоей Аминь Господь Уже Начал Говорить Открываться Через Духовные Дары Давайте Споем Гимн Поклонения Прославления Господу Я хочу Быть Святым Для Господа Я хочу Быть Чистым В любви Его И Во Всякое Время Свидетельствовать О Его Любви И Бесконечной Благодати Я хочу Нести Послание Спасения Для Мира Который Во Тьме И Когда Христос Придет За Мною Мы Все Можем Отправиться Жить На Небесах Субтитры Субтитры Аминь Слава Богу Захвалу За это Время Благодарности На Все Что Он Совершает В нашей Жизни Давайте Послушаем Еще Некоторые Духовные Дары Господь Показал Слугу Одну Она В молитве О Сыне Своем Который Ушел Из Дома И Господь Простите Сын Сказал Что Он Больше Не Вернется Он Изменит Эту Ситуацию Даст Благословен Спасение Для Сына Потому Что Он Избранный Сосуд Для Бога Господь Показал Слугу Одну Которая Чувствует Дистанцию Между Ней И Мужем И Детьми Она Понимает Что Какое-то Угнетение Духовное Вошло В Дом И Бог Говорит Через Молитву С возложением Рук Будет Освобождение Дано В Доме Вашем Бог Уже Открывается Через Духовные Дары Да Давайте Продолжим Славить Господа От Всего Сердца Все Христос Тебе Я Отдаю Все За Тебя Я Отдам Решительный Но Послушный Всегда Всегда Я Буду Следовать За Тобой Все Я Отдам Все Я Отдам Да Иисус За Тебя Благословенный Ради Тебя Я Все Оставлю Все Христос Тебе Я Отдаю И Тело И Душу Вот Я Пред Тобою И Отвергаю Этот Злой Мир У Иисус Прими Меня Тебя Тебя Все Христос Тебе я отдаю. Это такая радость, Господь мой. Совершенный мир, полный мир. Слава, слава Спасителю. Все Христос Тебе я отдаю. Все Христос Тебе я отдаю. Братья и сестры, давайте послушаем еще некоторые духовные дары. Господь показал женщину, она беременная, и она боится идти в больницу, чтобы для родов из-за ковида-19, что она и ребенок заразится. Но Господь говорит, я забочусь о Тебе и о ребенке, и дам Тебе избавление. Господь Бог также показал пару, одну, которые на этой неделе немножко поругались с одним из детей. И эта ситуация, они пытались сохранить в семье, чтобы свое деятельство плохого не давать другим. И они молятся о прощении, и Бог говорит, я восстанавливаю благословение общения в этой семье через прощение. Давайте мы перейдем к слову, к слову от Господа о молитве, о прощении. Давайте мы зачитаем Священное Писание. И тема сегодня наша, боль и прощение, мы будем говорить на эту тему. Давайте мы откроем текст Священного Писания, Лука, 17, 3 стиха. Иисус говорит с учениками своими. Иисус говорит, наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя, брат, выговори ему. И если покаяться, прости ему. 4 стих. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз обратится и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Итак, братья и сестры, мы можем увидеть, что прощение – это одно из самых трудных вещей, как было для апостолов, так и для нас. Потому что, когда Иисус говорил 70 раз, семь, прощай. Он здесь так же говорит, если брат, вы согрешите против тебя. Семь раз в день. И попросит прощения – прощай. Представьте, кто-то что-то против тебя делает. И потом приходит, просит прощения. Ты говоришь, хорошо, ладно, я прощаю. И вдруг снова делает то же самое. И вдруг просит – прости. В третий раз ты уже не сможешь с той расположенностью прощать и сказать. Уже как бы даже тон голоса будет меняться. Но когда Иисус говорит семь раз в день, мы понимаем, это что-то неограниченное. Прощение – это неограниченная вещь. Трудно, чтобы кто-то против тебя совершил что-то. Семь раз в день. И так только по действию благодати мы можем прощать. И для всех людей это трудно. Но у человека есть ограниченность в прощении. Но у Бога нет ограничения в прощении. Нет никого, кого Он не смог бы простить. Но если ты не прощаешь, у тебя нет общения с Богом. Помните, когда Он говорит о злобном слуге Матфея 18, 23? Когда Он сам был должен 10 тысяч талантов. И Он молил царя, чтобы Он простил его. И царь попростил 150 тысяч лет работы, чтобы ему заплатить. И Он пришел, чтобы Он простил его. Его царь простил. И тут приходит к нему его товарищ, который должен ему 100 динариев. Это примерно 3 месяца работы. Он должен был 150 тысяч лет трудов. А здесь 3 месяца трудов. И Он не простил. Этот текст показывает реальности, что такое прощение в нашей жизни. Он был назван злослугой, злой раб. Потому что Он не простил со своей стороны. В притче 18, 19 написано, что обиженный брата труднее завоевать, чем укрепленный город. Здесь Бог говорит. Озлобившийся брат неприступнее крупного города. И ссоры подобны запорам замка. Никто в укрепленные города закрыты запором. Пробиться очень тяжело. И так обиженное сердце очень трудно пробиться. Но Иисус говорит. Я вам даю новую заповедь. Он говорит. Я вам даю новую заповедь. Любите друг друга. Как Я возлюбил вас. Так и вы, да, любите друг друга. Потому знают все, что вы мои ученики. Если будете иметь любовь между собою. И поэтому Он законникам говорил. Люби ближнего своего. А здесь Он добавляет. Любите, как Я возлюбил вас. Это несравненная любовь. Это не любовь, которая Божья. Любовь Агапе. Он говорит. Новую заповедь даю вам. Это идентификация церкви. Того, кто верит, служит Иисусу. И мы видим некоторые семьи, которые воюют между собой. Обычно из-за материальных проблем. В Луке 12, Он говорит, 53. Отец будет против сына. Сын против отца. Мать против дочери. Дочь против матери. Свекровь против невестки. Своя невестка против свекрови своей. Он только о зяте ничего не сказал. Но это не семья Божья. Потому что семья Божья в гармонии. Те, кто верит в Господа Иисуса, они могут такие вещи иметь. Прощение должно быть и в семье. Апостол Павел говорит филиппийцам. Я молю вас. 4, 2 и 3. Это сестры, которые были в церкви, служили, но ругались между собой. И Он говорит, умоля Евдею и Сентихию мыслить тоже о Господе. Он говорит, я молю вас, чтобы вы не воевали. И мы видим здесь, что Господь использует. В Колосином Павел говорит. 3, 3 тоже написано. 3, 13, простите. Там написано, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Снисходить это с человеку, спускаться в молитвах, с благодатью. И в Матфея 6, 15 также написано очень важная вещь. Он говорит, а если не будете прощать людям в согрешениях, то и Отец вас не простит в согрешениях ваших. И здесь слово «если», да, кондиция стоит, условие. Давайте мы поймём некоторые фундаментальные вещи прощения. Во-первых, что такое простить? Иногда люди не понимают. Простить – это не просто забыть, да. Это перестать требовать, спрашивать с этого человека. Отменить долг человека пред тобою. Прощение – это процесс. Ты не сможешь простить и забыть. Нет, это процесс. Это действие благодати Божьей. Это не что-то естественное. Прощение – это заповедь Божья. Это обязанность слуги Божьего. Это нужда верующего человека. Это не чувство, это не отношение. Это решение. Я хочу поправить эту проблему. Я хочу простить. Итак, иногда мы обижаем, и мы обижаем людей. И прощение, оно освобождает. Прощение освобождает. Поймите это. Это снять груз с вашей жизни. Когда мы разочаровываем людей, люди разочаровывают нас. Но Бог, Господь Иисус – это прощение в нашей жизни. Ты храм Духа Святого. Ты не мусорка, чтобы сдержать всякую горечь, злобу. Мусор всякий в твоей жизни из прошлого. Обиды какие-то, проблемы в браке. Поймите. Если человек говорит, что не хочет прощать, у него всегда есть мотивы для этого, причины. Ты не знаешь, что со мной сделали. Ты не знаешь, как я пострадал. Но ты знаешь, сколько Иисус пострадал за нас, чтобы простить нас. Иногда. А сестра одна сказала, пастор, я прощаю мужа моего каждый день. Но каждый день ошибается. Я говорю, сестра, это правильно. Это правильно. Мы так и должны поступать. Люди говорят, меня сильно обидели, я не смогу даже смотреть на того человека. Тебе нужно простить. Тебе нужно это освобождение. Кто не прощает, не имеет Духа Святого в жизни. Потому что Дух Святой не будет обитать в жизни, наполненной мусором, грязью. И человек не может получить прощение от Бога, чтобы прощать. Человек связан цепями. Он закрывает двери милости, благости в свою жизнь. У него трудности в жизни, в здоровье появляются. В своей ежедневной жизни. Когда человек не прощает, душа болеет. Человек заболевает, не может спать, пессимист, горечью наполнен. Давайте мы победим это. На этом богослужении молитвенном. Давайте превозможим. Непрощение – это действие неблагодарности и пробуждает ярость Божию. Давайте молиться, чтобы Бог дал нам милость. Иногда кто-то спрашивает, как мне поступить, чтобы попросить прощения. И мы скажем сейчас. Да, у каждого есть своя форма. Но мы делаем некоторые замечания. Некто подходит – прости, я не хотел тебя обижать. И другой говорит – я хотел попросить прощения. Ошибки, которые я сделал. Надо отца попросить прощения у детей. Иногда трудно родителям прощать детей. Детям прощать родителей. Иногда ошибаются друг с другом. Прощение без раскаяния – оно бесполезно. Монасий просил прощения у Бога. Монасий был царем. А потом и поправил жизнь свою. То есть, когда человек, он раскаивается, он так больше не поступает. Если ты попросил прощения, человек не хочет прощать, это его проблема. Ты сделал свою часть. Человек приходит, он говорит – я признаю свою ошибку, свою слабость. И мы должны понимать, что истинная любовь, она расположена к прощению. Иногда человек приходит просить прощения. Человек атакует – а ты мне так сделал, вот так сделал. Послушай, тебя простили, прости тоже. Это будет благо для тебя и для того, которого ты прощаешь. Иногда мы можем говорить, какие шаги мне предпринять, чтобы прийти к прощению. Моли Бога, признай это чувство боли, горечи к человеку, обиды. И прими решение прости. И прощение – это решение. Потому что Иисус заплатил цену за наши грехи, взывая силе крови, возьми инициативу на себя. Я позвоню этому человеку, я встречусь с этим человеком, чтобы поговорить. Делай или поступай, как ты считаешь нужным. Это твое решение. Но Бог хочет, чтобы ты начал жить в мире с людьми и с Богом. Это то, что Бог желает для вас. И мы подходим к концу. В заключение я хотел сказать. Молитва. Мы сейчас помолимся об освобождении, об исцелении. В Филиппийцам 3, 13 написано. Братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее и простираясь вперед. Стремлюсь к цели. Итак, некоторые вещи надо оставлять позади. Забывать заднее. Простираться вперед. Стремиться к цели. Какая цель наша? Вечность с Богом. Почти высшего звания Божьего Христа Иисусе. Просить освобождение Бога. Мы помолимся. Есть некоторые воспоминания такие болезненные. Они застревают в разуме. Я помню о женщине одной. Когда она была подростком, она сказала отцу. Когда дети, знаешь, когда они там бантуют иногда. Они говорят, я хочу, чтобы ты умер. На той неделе ее отец умер. Она уже в старости была в психиатрической больнице, страдая всю жизнь. Я говорю, святая, ты как подростком, ты ошиблась, ты согрешила. Но ты попросила прощения Бога. Бог прощает. Некоторые вещи нам нужно поправлять с Богом. Исцеление, горечи, разочарование, печали. Бог хочет действовать в вашей жизни. Исцелять разум ваш. Мышление ваше. Я помню свидетельство сестры одной. Она подошла к пастуру и говорит. Я приняла Иисуса. Я не могу простить родителей мои. 15 лет она уже не видела родителей своих. И пастор говорит, иди разреши эту проблему. Иди попроси прощения у родителей. Она говорит, нет, они меня обидели. Он говорит, нет, иди попроси. И она пошла. Когда она пришла попросить прощения, пришла в дом. 15 лет не видела родителей. Она говорит, я хочу попросить прощения. 15 лет назад папа с мамой ей сказали, нет. Это мы должны попросить прощения. Но я, говорит, пришла. И тогда начали плакать, обниматься. Бог дал благословение в той семье. И хочет дать благословение в вашей семье. Давайте помолимся. После Псалма мы помолимся, что Бог дал благословение в вашей семье. Дух Триединого Бога, сойди на меня. Дух Триединого Бога, сойди на меня. Дух Триединого Бога, сойди на меня. Аминь. Аминь. Мы сейчас помолимся о жизнях, о нуждах, чтобы Бог мог освобождать. Пастора, где бы ни находились, давайте простем руки, чтобы Бог совершал освобождение, исцеление в семьях, в домах в этот час. Отче, мы взываем о силе крови Иисуса, мы просим об исцелении от этого зла, от этой боли, от этой горечи, чтобы прощение, благодать Твоя могла действовать в людях, которые слышат это слово и дать им новый вид жизни. Действуй благодатью, милостью Твоей бесконечной. Мы молимся о силе крови Иисуса в этих людях. И во имя Твое мы исповерим. Любовь Бога Отца, благодать Иисуса Христа и утешение Святого Духа добудутся всеми. Сейчас и до пришествия Иисуса. Аминь. Аминь, возлюбленная. Да благословит вас Господь. Наше благослужение закончено. Мы хотим напомнить тем, кто в Бразилии, что есть телефон, вам не нужно платить, чтобы звонить, но вы получите благословение. У нас есть пастора, которые отвечают на звонки, помолятся с вами, будут общаться с вами. Также есть ватсап для тех, кто за рубежом, для вас контакт. Если вы хотите молитвы, слово, или поделиться вашим переживанием, вашим опытом на богослужениях, это важно для других людей, которые участвуют. И те, кто не участвовал в этом служении, может получиться благословение через ваш опыт. Мир Божий всем вам! Субтитры создавал DimaTorzok